Прежде всего я хочу поблагодарить наших наглажаемых коллег, которые помогают нам в борьбе с онкологическими заболеваниями. Это вы, друзья мои, потому что поляризация онкологической службы, она значительно превышает тот эффект, который вам кажется. Я вам скажу такую историю, Елена Владимировна Цебегеева, руководитель нашего пресса, и Марина Владимировна Попова не даст соврать, что после ваших положительных таких репортажей про онкологическую службу, мы видим прибавку на горячей линии до 1000 звонков в сутки. А при отрицательных, когда мы видим, мы видим наоборот отток. И тогда нам кажется, что средства массовой информации работают на немецких наших коллег и израильских, которые, видимо, получают в это время приток, потому что люди же должны куда-то набирать, когда у них выявили диагноз. Так вот, как важно, что мы с вами вместе двигаемся по этому пути, наших больных, собственно, узнаете, как трудно, мне кажется, по моему опыту, как трудно в тот момент, когда тебе говорят такой диагноз, морально, как трудно. И сразу начинаешь куда-то звонить. Если ты видишь, что там плохо, там плохо, там побили, там забрали деньги, то, конечно, начинаешь искать выход. Поэтому в этом состоянии очень важна ваша работа. Я за нее вас благодарю. Хорошо, что видите, так много микрофонов. Итак, вы делаете огромное дело в плане развития отечественной онкологии и поддержки отечественных хирургов, которые, я считаю, по своей квалификации, человеческому отношению, в основном, это замечательные люди. Я их многих знаю лично. Замечательные люди и профессионалы высокого класса. И здесь как раз находятся такие люди. Вот руководитель центра, в котором мы с вами находимся, профессор Российской академии наук Сергей Анатольевич Иванов. И Артур Павлович, извините, пожалуйста, Петросян, человек, который пришел к нам в центр и занимается эндоваскулярной хирургией, в отделе, возглавляемой Валерием Владимировичем Кучеровым. Валерий Владимирович Кучеров руководил достаточно крупным отделом, школу военных врачей. Кстати, Сергей Анатольевич закончил военно-медицинскую академию, и они тут в этом смысле вместе развивали военную медицину и сейчас пришли сюда. И очень приятно, что на такие кадры вставляет военно-медицинская школа, военно-медицинская академия и вообще этого направления. Ну, действительно, эти хирурги, многие участники боевых действий, Сергей Анатольевич Иванов и Валерий Владимирович, те люди, которые прошли тяжелое испытание. Поэтому здесь они как раз на передовой, перешли с передовой на передовую. А мы пытаемся не мешать им работать и как-то более-менее щадяще управлять этим всем движением под руководством Министерства Здравоохранения, Министра Здравоохранения и, собственно, и правительства. Потому что без поддержки правительства, министра, ничего невозможно сделать. Вы сами понимаете, без финансирования ничего сделать нельзя. Такое перевооружение, которое мы сейчас получили, и такие преференции, онкологии, без воззвания президента Российской Федерации, без поддержки сначала Вероники Игоревны Скворцовой, которая сейчас в ФМБА занимается, и я вижу, насколько она заинтересована в этих же сотрудничествах с нами, и, конечно, Михаил Альбертович Мураш, который конкретно выдержал сейчас нам деньги на пять препаратов, которые как раз в этом центре проходят доклинические испытания, и все они радионуклиния. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня мы видим результат работы. Для того, чтобы добиться таких результатов, нужны главные условия – желание и самоотдача. И Андрей Мечкаприн сам демонстрирует постоянно наличие желания и полная самоотдача своему делу. И весь коллектив тоже проникается этим желанием, этим примером самоотверженности в своем деле, профессии, и это приводит к таким результатам. Я хочу поблагодарить Андрея Меча за такой пример, руководство, и весь коллектив в лице Валерия Владимировича, Артура Павловича за то, что это ежедневно, ежеминутно работа проводится, и за то, что такие результаты, как сегодня мы видим. Я уверен, что будем видеть еще больше достижений, и важные для нашего центра, для нашей страны, для всех людей, которые в этом нуждаются. Мы и Вы сегодня присутствуем в день такой, который, я считаю, лично может быть, конечно, со мной Андрей Меча не согласится, но мне все-таки кажется, что это беспрецедентный день для российской медицины, когда в нашем центре, в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии, в один день были выполнены, были и будут выполнены 4 операции радиомболизации печени при гепатоцеллюлярном раке. Я хочу сказать, что это методология, это операция, которая во всем мире набирает обороты, но мы должны четко себе понимать, что это высокотехнологичная и дорогостоящая операция, которая даже по меркам Запада доступна далеко не каждой клинике, поскольку, еще раз подчеркиваю, это высокотехнологичная, требующая определенной подготовки кадров и, скажем так, определенных материальных затрат. Но это чрезвычайно высокоэффективная операция. И вот рядом со мной сидит наш первый пациент Александр Евгеньевич Страхов, которому вы потом тоже можете задать вопросы, который на них ответит. Так вот, я хотел бы сказать, что до, собственно, 2018 года эти операции в стране не выполнялись, хотя должен сказать, что при объективном рассмотрении составляющие все были. Наличие, скажем так, ядерных реакторов, Росатом, есть у нас. Наличие квалифицированных кадров, они у нас есть. Ну, где-то, наверное, не хватало воли. И вот эта воля была в лице Андрея Дмитриевича, который, когда здесь создавалось в 2018 году наше отделение рентгенохирургических методов диагностики и исследования, поставил перед нашим отделением задачу внедрить это в клиническую практику нашего учреждения. Реально это потребовало достаточно серьезных усилий. Ну, надо, во-первых, четко понимать, что технология этой операции представляет то, что это надо создать, сферы стеклянные, это не самое тяжелое, скажем так, действие. Надо на эти сферы нанести и три, это тоже, оказывается, возможно. Но надо эти сферы зарядить, а вот тут вот оказывается, что нужны мощные реакторы, которые, скажем так, работают на тепловых нейтронах. И, соответственно, такие тоже в стране есть реакторы. И, соответственно, эта составляющая есть. Про кадры я уже рассказал. И вот нам удалось, разумеется, конечно, благодаря огромной помощи и поддержке Андрея Дмитриевича, потому что, конечно, всегда возникает масса бюрократических произволов, проблемы и всего прочего. Но мы преодолели эти все трудности. И сегодня, мы хоть и пока являемся единственным центром в стране, который выполняет эти операции, но мы уже добились, что Минздрав включил нас, в смысле и при нашем активном участии, одобрил протокол клинической апробации. И мы, конечно, очень надеемся, что опыт, административный ресурс Андрея Дмитриевича позволит поставить этот вопрос в Минздраве. И мы получим эту операцию в качестве бесплатной операции по программе госгарантий. Вот самое главное, к чему сегодняшний весь результат, мне кажется, должен привести. Люди должны получить бесплатный доступ к этой операции. Вопросы есть? Насколько, на ваш взгляд, как хирургов, эта операция сложна в исполнении, в работе, в проведении ее? Ведь бывает, ну, операции по 12 часов, здесь вот полчаса, 40 минут. Сложным и сложным. Насколько сложна работа ювелирная? Как можно ответить на этот вопрос? Это ювелирная и хирургическая работа, это сочетание новых технологий, опыта, профессионализма. Это суперсложная работа, но которая выполняется быстро, на высочайшем уровне и без осложнения. Пожалуйста. Усложнений, которые возникают для этих операций, они фатальны. Не всегда успевает человек, человека взять даже в операционную, потому что открыть сосуды настолько крупные и настолько ранимые, особенно у пациента с нейтрологическими заболеваниями. Есть определенные особенности у пациента, которые особенно принесли химиотерапию, ломкость сосудов, склонность к тромбообразованию. И это большое отличие от той хирургии, например, которая проводит на человека, который не страдает на хирургическом заболевании. Это совершенно было похоже. Потом, если могу вам говорить, такая же хирургия, в общем-то, схожая с кардиохирургией. Кардиохирургия именно этим же инструментом, именно же эти люди расширяют сосуды, которые кровоснабжают миокард при импартте. И здесь наоборот, здесь, собственно, попытка ограничить кровоснабжение опухоли, но еще и туда поставить фактически элемент, который будет предпосылать радиацию, которая смертельна для опухолевых клеток. Это тоже должно быть суперселективно. Поэтому, в прикажущейся быстроте, это выверенные-выверенные движения. То есть, да, мы не видим больших разрезов, большого количества крови. Но технология, как сказал Сергей Владимирович, высочайшая. И риск колоссальный, мастерство высокое. Поэтому сложнейшая операция. Мы думаем, что, конечно, прежде чем они вот так пойдут, тиражированы в стране, еще много-много нам придется кадров обучить, подходам, и мы к этому тоже готовы. Таким некоторым показателем того, насколько это сложная, важная и эффективная работа, является событие, которое было два дня назад. Артур Павлович рассказывал о результатах работы коллективу, во-первых, нашего центра, других филиалов, да и коллективу учреждений онкологических нашей страны путем видеосвязи. Конечно же, вы знаете, что отношение в профессиональной среде к результатам работы, оно самое объективное, но вместе с тем очень требуется. Так вот, после доклада в залах, которые были подключены, были аплодисменты. Это очень редкое событие. В конференц-залах учреждений я услышу те аплодисменты. Это позыв профессионалов выразить уважение коллегам и признание их работы. Это очень важно показать. Владимир Владимирович, а вот вы говорили про наши источники, про ленинг, который может использоваться вместо ИТРИ, которые в прочем использовании. Насколько наши, вот ФИИ или вот эти какие-то... Зоя, спасибо огромное за вопрос, но мне кажется, более точно на него ответит Андрей Дмитриевич, поскольку это тоже его детище, его усилие. Это действительно интересная тема, вы ее подняли, Андрей Дмитриевич. Но мы действительно ядерная держава, и все, что мы делаем, мы делаем больше всех в плане, к сожалению, пока сырья. И вот многое это сырье попадало за рубеж. Из них делались онкософтические препараты, в том числе и сферы, которые попадали потом уже к нам в виде готового продукта, достаточно дорогого для страны. Но сама экскурсия, например, радионуклеида за рубеж, его обработка, очистка, потом возвращение через фактический таможен в два раза, это само по себе даже стоит денег. Я говорю уже о технологии. Так вот, конечно, технология важна, и сейчас мы подошли в нашей стране к такому этапу, когда он будет совсем наш. Что это будет ФИ, что это будет Ветровград, что это будет Росатом. Очень много для этого делает Ростех, но вообще все те огромные холдинги, которые, собственно, для этого и предназначены. Есть определенное совершенно понимание уже и Росатома, и к кому, и с кем надо говорить. Во-первых, выстраивается, знаете, как было когда-то у нас в стране, ну, в далекие годы были так называемые коллективы авторов. То есть был конструктор, который делает там модель, гипотезу кто-то делает, потом все это превращается в конструкторскую разработку, в макет и так далее. И вот теперь все это делается у нас в стране, и если действительно примет вот такую окончательную версию с выходом не одного препарата, а это будет система, а создание системы приведет к расширению, естественно, радионуклеидов, которые будут лечебными, лечебно-диагностическими. А мы все больше и больше говорим с вами уже не о диагностике, а о тираностике. То есть когда мы сможем прям под ПЭД контролем сразу видеть, насколько губительный радионуклеид, который навязан еще в этот же препарат, оказываться в опухоли, тоже будет, конечно, работать. А такой комплекс, я вам если бы показал этот слайд перспективных радионуклеидных препаратов, но точно их не меньше 20-25, которые мы точно понимаем, что будут хорошо работать. И что важно? Важно, чтобы действительно создать систему, создать коллектив, показать, что это работает. И тогда, я думаю, нам поверят страна и будет стимулировать делать эти вещи здесь. Почему? Потому что тогда мы, конечно, будем смело выходить на медицинско-туристический рынок. Абсолютно. Буквально вчера у нас проходил и сегодня заканчивается съезд онкологов и радиологов стран Евразии и СНГ. Вы можете себе представить, какой огромный рынок. Там тоже для нашей страны будет интереснее. Поэтому совершенно правильный задний вопрос. Насколько наши? Да полностью будут наши. И Ренни, и Итрий, и Кобальт мы сами делаем. То есть все те направления, которые являются и диагностическими, и лечебными. Несколько раз пытались, пожалуйста. Пока этот центр стоит единственным, где проводят такие операции. Какую нагрузку по операциям сейчас может быть в центре? Сколько их проводить? Как сейчас действует это дело? Я уже, как вы слышали, говорил примерно, сколько выполняется в мире этих операций и какими считаются легитимными показатели центров. Но мы будем считать, возьмем такую цифру, порядка 50. Если выполняется больше, то это очень уже серьезный центр, который занимается этой проблематикой. По определенным, скажем так, сложившимся обстоятельствам до сегодняшнего дня мы не могли выполнять эти операции в таком количестве. Хотя технически нам это, в принципе, все возможно. Возможно выполнение этих операций на нашей базе. У нас есть подготовленные кадры, как сказал Андрей Дмитриевич Сергей Анатольевич. Мы обладаем уже определенным опытом. И что самое-самое главное, вот отвечаю еще на вопрос Зои немножко, в том контексте, что на рынке на данный момент присутствуют для радиоэмболизации печени два препарата. Два радиофармпрепарата. Это Итрий и Гольмий. Но тот препарат, о котором сказал Андрей Дмитриевич, Риней, он обладает схожими характеристиками с этими препаратами. И может использоваться так же успешно, чем мы, собственно, в ближайшее время и займемся здесь, в нашем центре, проводя клинические испытания первой фазы. Соответственно, чем хорош Риней, опять же, при схожих характеристиках с этими двумя ранее заявленными препаратами Итрием и Гольмием, он в производстве своем существенно дешевле. Почему? Потому что он не требует ядерного реактора. Он изготовляется в генераторе. Соответственно, этот препарат можно готовить буквально за 15 минут до операции. Дозу можно получить достаточно эффективную и нужную нам. И стоимость такого препарата будет существенно дешевле. И, соответственно, мы получаем возможность выполнять большее количество этих операций. То есть, в пределах до 50 операций выйти на нормальный, хороший уровень международный нам вполне по силам уже в ближайшее время. В год? В год, в год, в год, в год. И, конечно, еще раз подчеркну, что основная наша задача, вот как мне видится, Андрей Ильич, это как раз то, чтобы эта операция была включена в программу госгарантии. Это самая главная задача тогда. И другие центры могут получать доступ к этой методике. Они будут приезжать учиться у нас, мы будем щедро делиться с ними. И тогда российский пациент будет получать существенно большую помощь, поддержку. Вот перед нами Александр Евгеньевич. Это наш первый пациент, которому мы два года назад выполнили первую операцию. У него была совершенно неоперабельная форма заболевания. Вот нам удалось посредством радиоэмболизации практически убить эту опухоль. Извините меня за такой жаргон, но он, мне кажется, вполне приемлем в данной ситуации. Вот сейчас там совершенно минимальные остаточные очаги, которые мы, собственно, лечим, уже используя другие наши методики. И вот он, собственно, может рассказать, как он себя чувствует. Но от себя могу сказать, что эти стеклянные сферы, они остаются в этой опухоли. Они совершенно индифферентны. Они не представляют никакой опасности в будущем для пациентов. И этим тоже хороша и прекрасна эта операция. Ну, я прежде всего хотел бы сказать, что первые операции делали не только мне одному. В тот год сделали пять, по-моему, да, радиоэмболизаций. И вот первых трёх человек, кому эти операции делали, ну, я, в общем-то, знаю, поскольку мы общались, мы, в общем-то, примерно по годке, примерно одного круга. Это, в общем-то, Павел, учитель из Крыма, и Вера, инженер из Южно-Сахалинска. Ну, за жизнь говорили, как сами понимаете, ну, про свои болячки говорили. И я очень сильно зауважал Веру. Вот, понимаете, у неё, наверное, был самый тяжёлый случай. Ну, как человек держался, как ей, в общем-то, ну, вызывало очень большое уважение. Сейчас все товарищи живы, вот, чувствуют себя значительно лучше, чем перед тем, как ложились в больницу. То есть, в конце концов, это, в общем-то, ну, ещё один фактор, который показывает о том, что операция очень эффективна. Теперь про себя. Следующий момент. Ну, два типа операций. Химиоэмболизация и радиоэмболизация. Ну, вот, нехимиоэмболизацию уже много раз сделали. Вот. После неё, честно говоря, даже чувствуешь себя хуже. Потому что где-то на второй день поднимается температура, и она, в общем-то, под вечер подскакивает и держится в районе 38. Вот. Ну, и слабость и прочее. Когда сделали первый раз радиоэмболизацию, извините, у меня, в общем-то, таких эффектов не было. Вот, чувствовал себя гораздо лучше, на удивление. Вот. То есть, в плане безопасности и прочее. Ну, вот, единственное, что могу сказать, вот, Вера, она должна была почти сразу после операции лететь домой, Южно-Сахалинск, она была вынуждена взять справку о том, что ей сделали операцию, чтобы её в аэропорту пропустили на самолёт. Вот. Ну, это было и так. Но, в конце концов, на здоровье это никак не отразилось. Скажем так, за два года по окончании операции я поправился на 10 килограммов. Перед операцией я похудел на 15 килограммов. Всё. Вы работаете? Да, я работаю. Я радиоинженер, работаю в Каушевском научно-исследовательском радиотехническом институте, занимаюсь радиоэлектронной борьбой, мой самолёт Су-34. Ещё раз хочу поблагодарить все профильные институты, Росатом, Ростех, правительство Российской Федерации, конечно, Министерство здравоохранения, лично министра, но очень с нами тесно работает компания «Бэбик». И именно ребята, которые пришли к нам тогда, мы не очень верили, что это получится так быстро наш российский продукт. Они взяли на себя эту смелость, сделали этот российский продукт, прошли бы все положенные аспекты и фрагменты по регистрации препарата, и он уже рабочий, наш, отечественный, у нас на территории. Поэтому, конечно, им большое тоже спасибо. А что-то я не могу не спросить, как Огненский, как ФИИ-то с вами взаимодействует, насколько тесно и какие работы они выполняют. Ну, о нашем взаимодействии свидетельствует полученная в 2017 году премия правительства Российской Федерации в создании еще одного радионуклида, который рабочий, ЙОД-125, который, кстати, позволил делать брахотерапию, так как он наш отечественный, позволил расширить терапевтическую линейку. Мы этот препарат, если получали только из-за рубежа, мы имели право его использовать только по тем показаниям, которые наши иностранные коллеги указывают в инструкции. Мы расширили до испытаний и лечения раков тоже печени брахотерапевтической и поджелудочной железы. Но, кстати, мы единственный центр в мире, который лечит сейчас брахотерапию, брахотерапия рака поджелудочной железы. Это факт, состоявшийся. И, да, из ФИИ мы сейчас готовим по заданию нашей страны лютеций, важнейший препарат, который является препаратом с широким спектром воздействия. Вот. Ну и сейчас мы знаем, что идет объединение вокруг института ФИИ, в том числе Митровграда, там института. И вы знаете, что руководитель этого института сегодня, кстати, отмечает 50-летие. Александр Александрович Тузов, мы уже с ним связались. Вот. И мы сегодня, вместо того, чтобы нормально поздравлять друг друга, говорили о радионуклеинах. Мы считаем, что это для нас лучший подарок, ранний выход, быстрое испытание и регистрация радионуклеина. И в этом мы-то признались друг с другом, друг к другу. Поэтому, ну, что еще говорить? Когда еще более тесное. Все, что делают для нас, весь продукт делают они. Так что вот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...